Всем большущий привет, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу с вами поговорить о странных и необычных израильских модных трендах. На самом деле, странно, что я до сих пор не сделала такое видео, ведь моя профессия непосредственно связана с модой, я дизайнер одежды, поэтому сегодня я буду исправляться. В общем, на самом деле, это видео не будет о модных трендах в прямом смысле этого слова, это будет видео скорее о необычных особенностях в одежде и внешнем виде израильтян, которые я подметила и которые, как мне кажется, могут показаться интересными жителям других стран. Ну что, давайте начнем. Итак, и первая основная особенность, первый основной тренд, который имеет влияние на все остальные тренды, перечисленные мной в этом видео, это удобство. В подавляющем большинстве случаев израильтянин предпочтет удобство красоте, причем не просто удобство, знаете, не трет и не давит и ладно, а гиперудобство. Достаточно редко можно встретить девушек, которые носят очень неудобную обувь на каблуках, особенно на шпильках. Если даже девушка одевает какую-то обувь на каблуках, то, как правило, это очень устойчивый каблук и обувь сама очень удобная. Очень редко можно встретить какие-то неудобные давящие платья, давящие джинсы. Чаще всего это какая-то мешковатая, трикотажная и очень удобная одежда, очень удобная обувь, вьетнамки или кроссовки в зависимости от погоды, треники, спортивные штаны и так далее. И на самом деле я этот тренд очень люблю, в отличие от следующего тренда. И это австралийские рабочие ботинки, которые называются Блендстоун. В их классическом исполнении, такие, знаете, желто-коричневые с резинками по бокам. Вы знаете, мне кажется, что такие ботинки есть у каждого третьего жителя Израиля, потому что их носят просто все, от мала до велика. Девочки, мальчики, бабушки, дедушки, женщины, мужчины. Носят их с платьями, с юбками, с шортами, с тренниками, с джинсами. Носят их зимой, летом, просто всегда и везде. По моему мнению, эти ботинки не очень красивые, мягко сказано. Вы уж простите, если у вас такие ботинки есть. Причем, когда они новые, это еще куда не шло. Но часто их носят просто убитыми в хлам. И, чтобы вы знали, в Австралии, на родине этих ботинок, их используют только в качестве рабочей обуви. Видимо, они очень удобные, поэтому они так прижились в Израиле. Следующим пунктом я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Я вообще на самом деле не очень люблю обсуждать человеческие тела, всякие разные неидеальности тела и так далее. Но раз уж мы говорим с вами об одежде, то я не могу пройти стороной этот пункт. Хочу сделать небольшую ремарочку. Я считаю, что любой человек может и имеет право выглядеть, как он хочет выглядеть, быть в том весе, в котором он хочет быть, в котором ему комфортно и так далее. Но я считаю, что для определенных типов фигуры не подходит абсолютно вся одежда, скажем так. Итак, мой третий пункт это лосины. Это короткие шорты, короткие юбки, не по фигуре. Назовите меня ханжой, но я считаю, что такие предметы гардероба подходят только девушкам и женщинам с красивой и ровной нижней частью тела. Но со мной не согласятся большинство израильтянок. Неважно, какого объема попа, неважно, сколько там, простите меня, целлюлита. Если израильтянка хочет, она оденет самые короткие шорты, которые она найдет, из которых еще будет попец выглядывать. А еще порой наденет на несколько размеров меньше, чтобы над шортами наплывали не всегда маленькие бачки. И все это еще будет приправлено короткими топами. Причем я вам могу сказать, что так делают не всегда только молодые девушки и женщины, но иногда реально бабули. И, как вы понимаете, все это выглядит не всегда очень эстетично, иногда очень на любителя, скажем так. Что тут сказать? У израильтянок почти комплексов нет, что чаще всего я люблю, но не в этом случае. Четвертый тренд – это пижама в качестве повседневной одежды не только для дома, но и для улицы, для прогулок, для походов в магазин и так далее. Вот этот тренд я очень люблю и уже давно сама в тренде. Как ни крути, но пижама – это самый удобный предмет гардероба. Я за удобство. Раньше я себе представить не могла, что я могу выйти на улицу в пижаме, а сейчас, например, чтобы погулять с собакой или съездить в магазин, или забрать ребенка в выходной из детского садика, и для этого переодеваться, да делать мне больше нечего. И главное, в таком виде я не буду выглядеть, как белая ворона. Особенно забавно видеть каких-нибудь здоровых, взрослых мужиков в пижамных штанах с какими-нибудь веселыми мультяшными героями. Это так мило. Особенно, когда это еще приправлено автоматом, вообще происходит разрыв шаблона. Ну и последний тренд на сегодня – это рваная одежда и обувь, иногда еще и с пятнами. Я на самом деле не особо понимаю этот тренд, особенно в той гипертрофированной форме, в которой иногда встречаю. Если в Израиле вы встретите человека в какой-то старой рваной заляпанной футболке, в каких-то драных кедах, которые вот-вот развалятся, не судите сразу по одежке. Это не обязательно какой-нибудь бомж, это не обязательно какой-то алкаш или опустившийся до самых низов человек, у которого просто нет возможности купить что-то поновее. Это может быть абсолютно любой человек. Это может быть представитель какой-то творческой или не очень профессии. Это может быть студент университета. Вполне возможно, это может быть даже какой-то миллионер. Такое в Израиле тоже случается. С чем связан такой выбор одежды? Как мне кажется, тут есть два объяснения. Первое объяснение – это, конечно, полнейший пофигизм к одежде, который встречается у многих израильтян. И, естественно, удобство. Потому что, как ты ни крути, потертая, заношенная одежда и обувь, они уже ближе к телу, они более удобные. В отличие от новой одежды, особенно обуви. Ну, а во-вторых, я заметила такую тенденцию, что многим людям просто сложно расстаться с какими-то своими любимыми вещами, с которыми у них, может быть, связаны какие-то воспоминания. Да или просто с вещами, которые им нравятся. И уже не важно, как эта вещь выглядит. Такое встречается, естественно, не только у израильтян. Но, в отличие от представителей других стран, израильтяне абсолютно не стесняются носить вот эти вот затертые до дыр любимые предметы гардероба. Приведу вам такой яркий пример. Надеюсь, Андрей на меня не обидится за этот пример. В общем, у него есть его любимая армейская футболка, которой уже, наверное, лет 10. Выглядит она просто отвратительно. Знаете, как половая тряпка на пенсии, которую перемыли весь Израиль. Но не дай бог я посигну на эту футболку. Попробую ее выкинуть. В общем, лучше этого не делать. И вы знаете, он ее до сих пор надевает. Редко, но надевает. Это был список необычностей во внешнем виде и в одежде израильтян, которые подметила я. Если у вас есть что добавить к этому видео, может быть, вы подмечали другие какие-то необычные модные тренды, у израильтян, то пишите об этом в комментариях. И, естественно, пишите просто ваше мнение по поводу видео. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поддержать его лайком и подписывайтесь на мой канал. И также не забывайте нажать на кнопочку колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Так вы будете всегда в курсе последних обновлений на канале. И на этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok